Тренера по волейболу, заместителя директора спортивной школы поселка Искателей Маргариту Ордееву, конечно, знают многие горожане. И не только горожане, если учесть, что ее родина – старинное припечерское село Великовисочное. Маргарита Геннадьевна и сейчас, бывая там иногда, не перестает удивляться красоте северной природы, ведь все ее детство до шестого класса прошло в этих замечательных местах. И цепкая память выхватывает из глубин сознания самые разные воспоминания той поры, особенно связанные с добрыми своими односельчанами. У нас был виски Николай Иванович Шельков. Он у нас был инвалидом, на коляске катался. Но дети его обожали, и не только дети, и подростки, и взрослые. Поэтому вот очень теплый человек, он умел, он как фотограф, у меня вот даже есть фотографии с моей родины, он всегда фотографировал без денег, без средств. Он это любил. И мы у него катались на коляске, сейчас уже задним, мы понимаем, что нельзя этого делать, потому что мы у него ломали его единственный транспорт. Но он как бы журил нас и в то же время очень ласково относился. Добрым словом Маргарита вспоминает и свою первую учительницу Антонину Васильевну Безумову. Она была замечательным педагогом и всегда могла понять своих подопечных. Мы писали, значит, сочинение, как я провел лето. Естественно, до, скажем так, до пятого класса никуда не выезжали. Не было возможности. И мы с подружкой все лето провели вместе. Ну, естественно, в сентябре раз получили такое задание. Мы с ней сели у нее дома. На скамейке, это я так хорошо помню. Мы раскрыли свои тетради, и мы с ней писали сочинение вдвоем. То есть вспоминали, где мы были, и они те же фразы записывали. У нас такое красивое сочинение получилось. И мы такие гордые. На следующий день сдали все эти тетради. А потом, когда мы ее открыли, эти тетради, и там замечание красное. Кто у кого списал. И мы после урока подошли к Антонине Васильевне. И Антонина Васильевна, мы же не списывали. Она говорит, а как получилось, что у вас совершенно одинаково? Слово в слово. Ладно, там запятые где-то, да, неправильно поставлены, но слово в слово. А вот мы и объяснили. Она нам поставила по пятерке и сказала, девочки, в следующий раз вы пишите самостоятельно. Каждый свою мысль. Конечно, как и у большинства людей, особое место в душе занимает у Маргариты память о ее маме, Смирновой Лидии Ивановне, которая делала все, чтобы самостоятельно поставить на ноги троих детей. То есть она сама с Вологодской области, с Усть-Кубинского района. После войны жизнь довольно-таки тяжелая. Их завербовали, и она была вынуждена уехать из деревни своей. Сначала она работала в Соколе, на бумажном комбинате. Затем она работала в Нижнем Новгороде. Потом на Торпяниках работала. Ну и какой-то раз поехала домой, так скажем, на родину и повстречалась со своим будущим мужем в Соколе. Он служил сам с нашего округа, вот села Великой Сочной. Вот они познакомились, и он ее к себе собрал. Поэтому она так вот оказалась на севере. Но отношения с мужем не заладились, и они развелись. Жизнь на селе в те годы была куда как непростая. Даже тяжелую физическую работу было просто не найти. Тем не менее, Лидия Ивановна делала все, чтобы дети были сыты и одеты. Она работала и на телятнике, то есть где какая работа могла подвернуться. Оказывается, она, я вот узнала не очень давно, что она, на самом деле, еще и трактористка у нас. Она работала на тракторе, как заправский мужик. Она поднимала фляги вот эти вот по сколько они, по 25 килограммов, вот эти алюминиевые, с молоком. Позднее, когда Рита чуть подросла, матери нашли место нянечке в детском саду. Позавчера мы с сестренкой вспоминали, что как такового детства и у сестры, и у брата не было. Мама работала, допустим, с утра она вставала, в 5 утра вставала, топила у нас печку дома, уходила, рядом была почта. Она уходила туда, топила печки там, мыла пол там. Затем, значит, она к 7 часам бежала в садик. У нее с семьи в садике она была, прибегала домой на полтора-два часа во время тихого часа, получается, да, потом снова уходила в садик на работу. Затем она с садика приходила, ей надо было снова идти на почту на эту убрать, вот, либо прибрать или там посылки разложить что-то. Затем она врачной работала. После этого мама шла продавать билеты на фильмы, один фильм, 8 часов там, допустим, вот, а в 10 часов еще на танцы продавали билеты. Несмотря на тяжелые условия быта, девочка росла доброй и открытой. Рядом, кроме родных, всегда находились люди, кто с любовью относился к ней. И Маргарита не забывает о них и теперь. Я могу сказать, что у меня очень хорошая крестная была. Она была воспитательницей в моем садике, крестная Александра Евгеньевна, Кокорина Александра Евгеньевна. Вот, а у нее муж, у нас был еще в школе преподаватель. То есть вот, когда я ходила, попала к ней на группу, я не любительница была спать. И она меня приучала, то есть она посадит меня рядышком, но не сплю я. Индивидуальный подход. Еще по соседству у нас, окошко в окошко, у меня дом стоял рядышком через окно, там была тетя Катя Лебедева. Но это добрейшей души женщина. То есть вот она сама тоже с Ивановской области. У нее сын на год у меня младший был. И он в окошко стучит. И смотрю, где-то в 8 часов вечера примерно. Значит, молоко. У тети Катей всегда корова была. Вот. И смотрю, Женя в окошко, Женька, рукой машет, что давай на молоко. Школьницей Рита была прилежной. И по воспоминанию своей первой учительницы, очень любила, когда на нее надевали белый фартук. Он всегда придавал девочке праздничное настроение. И все эти звания октябренок-пионер-комсомолец носила с достоинством. Особенно ей дорог был пионерский галстук. Ведь по тем временам он считался символом крови пионеров-героев Великой Отечественной войны. И Рита, даже уже став комсомолкой, еще какое-то время носила пионерский галстук вместе с комсомольским значком. Это было уже в Нарьинмаре, куда они с матерью переехали в середине 70-х. Лидии Ивановне сначала предложили должность коменданта общежития заветехникума, а потом и заведующего хозяйством школы номер 4, где еще и комнату для проживания в самом здании школы выделили. Вот мы пришли в 4-ю школу и попали к Митрофанову Нине Сергеевне. Тогда директором был Полуоктов Юрий Иванович, Царство Небесное. Очень замечательный директор, очень замечательный. Ну, а классная руководительница у меня как раз вот Мина Сергеевна Митрофанова оказалась. Самым любимым местом в школе с первых дней для девочки стал спортивный зал. С этого времени спортивные игры стали для нее необходимым хобби, которому могла посвящать все свободное время. У нас преподаватель был Виктор Павлович Булгаков, замечательный учитель физкультуры. Вот, и поэтому как бы вот я помогала и ему. Даже потом уже чуть подросла, чуть проводила, даже вместо него тренировки. Говорила, правая рука. Лыжи, легкая атлетика, волейбол и баскетбол везде Рита показывала неплохие результаты. Но с особым чувством она относилась к баскетболу, любовь к которому привил еще в виске совсем тогда молодой, новый преподаватель физкультуры. Крич Фалуший Иван Васильевич. Вот он у нас в виске был, как раз училась когда в пятом классе, он у нас приехал после института. И он у нас один год вел. Девчонки были все влюблены. У него брюки были с лампасами. И мы все девчонки, до того влюбленные, мы покупали трико. Ну, обычно же раньше спортивки, такие хабышки были. Мы на них нашивали белые полосочки, так же, как у Ивана Васильевича. В те времена на большие соревнования школьников практически не вывозили. И спортивные разряды получить было сложно. Однако предметом гордости все же был один отличительный знак. Голотой значок для нас это было самое престижное. После окончания восьмилетки Рита логично решила поступать в Котловское училище на преподавателя физкультуры. Она видела свое будущее только в этом качестве. Но здесь слово матери оказалось главным аргументом. Написана была характеристика Виктором Павловичем Булгаковым. Все вроде бы согласовано, но не согласовано было с мамой. Она сказала, маленькую я такую не отпущу. А так как идти учиться в среднюю школу она не очень хотела, опасаясь экзамена по английскому, по которому, впрочем, была четверка, судьба направила ее в Наринмарское педучилище. И, конечно, спорту там уделялось тоже немало времени. Тем более, что преподавателем был легендарный спортсмен Геннадий Дуркин, имени которого проводятся сейчас ежегодные окружные соревнования. Господи, какие он проводил уроки! Я, наверное, таких уроков больше никого никогда не видела. Я говорю, весь курс, мы прямо ждали этого урока физкультуры, мы ждали. После успешного окончания педучилища пришло время устраивать личную жизнь. Встретив однажды надежного, сильного хозяйственного парня, отдаленно походившего на вахтанго Кикабидзе, девушка влюбилась и вышла за него замуж. Александр тогда тоже только окончил заявить техникум. И молодая семья, сыграв свадьбу, по направлению уехали отрабатывать положенное время вандик. Александр заранее съездил в поселок, чтобы отведенное им весьма скромное жилье привести в порядок. Он переделал печку, он переделал полы. То есть он создал все условия, чтобы мы могли жить. После отработки вандиге они вернулись в Наринмар и первое время жили с родителями Александра. Его отец, известный в округе человек, фронтовик и орденоносец, участник Курской битвы Федор Саватевич Ордеев, часто был последней инстанцией, как в делах семейных, так и в хозяйстве. Он в нашей семье был, конечно, осью, скажем так. Все, что не делалось, как он скажет, так оно и есть. Не жестко, а вот именно понимали, что он прав во всех отношениях, что бы то ни было. Сашка, ты куда поехал? Ничего не попадет. Ой, отец, ты как шаман. Приезжаем без рыбы. Так, Сашка, собирайся, вот надо будет ехать. Приезжаем с рыбой. И его, естественно, любила не только я, любили еще и внучата, потому что воспоминания очень теплые и хорошие, дед для них это святое. На 9 мая Саша всегда чистил все ордена, но он очень не любил рассказывать, потому что это тяжелые времена, но рассказывал. Рассказывал периодически, когда девчонки его еще просят, надо было писать сочинение или там еще что-то, рассказ про деда. Тогда он делился, что-то он Курскую прошел, контуженный был. Его отправили в Казахстан лечиться в госпиталь. И его там научили, есть дыни. И поэтому мы с отпуска всегда приезжали, перевозили дыни. И когда я покупаю дыни, допустим, мои девчонки говорят, дыня деда. В конце 90-х, когда две дочери уже подросли, Рита нашла в себе силы окончить институт по специальности психология-педагогики. К этому времени она уже более 10 лет отработала в детских садах города и была опытным специалистом в области дошкольного воспитания. Однако однажды случай снова связал ее со спортом. Сергей Николаевич Могутов шел мимо моего детского садика. Он говорит, Рита говорит, а в спорт-то ты не хочешь вернуться? Я говорю, требуется методист, спортзал, обыскатели. Съезди, посмотри. Ну, съездила, посмотрела и осталась там. Когда я зашла в зал, я поняла, что я давно хотела тут быть. Я взяла баскетбольный мяч, я думала, господи, как я соскучилась. Двухтысячные принесли Маргарите много испытаний. Один за другим уходили из жизни близкие и родные люди. Но она достойно смогла преодолеть эти трагические времена. Наверное, потому, что по жизни всегда больше заботилась о других, отдавала всю себя семье и детям, в том числе и подопечным. И она очень гордится, что и нынешние непростого характера ребятишки тянутся к ней и через ее любовь к своему делу приобщаются к спорту, через который, в свою очередь, начинают осознавать, как это здорово и весело вести здоровый образ жизни. В детском саду ко мне ходил Сергей Николаевич Могутова сын, Саша. Он сейчас спортсмен по лыжам разрядник. То есть, как-то вот так перекликается. На группу ходила Ира Артеева. Она сейчас в нашей взрослой сборной играет уже. То есть, я сама сейчас все еще игрок. Я все еще продолжаю играть на соревнованиях, на окружных, на городских. И поэтому в этом году мы ее включили в нашу команду. В этом году закончил четвертую школу Артем Скорняков. Артем Скорняков это будет внук у Геннадия Михайловича Дуркина. Очень перспективный мальчик. Занимался у меня с шестого класса. Ну, дай бог, чтобы у него, не знаю, он сейчас сдавал экзамен, он хотел поступать на вот именно на это отделение физкультурное. Я, честно говоря, за него плаки держала, чтобы у него все удачно было. Недавно Маргарита Геннадьевна в кругу родных, коллег и друзей отметила свой юбилей. Вспоминалось многое из детства, юности, в том числе и один год в Андиге общал ее к настоящей мужской рыбалке. И она своими руками вынула из сети свою первую большую рыбу. В 80-й год рыбинспекция жестко пойдет, там очень жестко. И когда мы с ним поставили, это была первая для меня рыбалка, когда мы поставили сеть поклыв, поставили, потом ее проверили, там оказалось две рыбины. Одну я с испугу уронила, она уплыла благополучно, а вторую для меня она оказалась самая большая, вот вторую рыбину. Естественно, мы мешок и с собой несли, несли через деревню и было страшно. Вдруг кто-то что-то скажет. Вот это впечатление осталось. жиль vampires. Это мероприятие, NE electro и вероятности, Антону не essentials, органированные